Получайте бесплатно самые высокие скидки от 7 до 18% на все товары с интернет-магазина Алиэкспресс с помощью кэшбэк-сервиса EPN. Регистрируйтесь по ссылкам под этим видео и покупайте с большими скидками отличные товары из Китая. Всем привет! Продолжаем проектировать Wi-Fi интернет-радиоприемник. Предыдущее видео на эту тему смотрите его тут, в конце этого видео или ниже в описании. Так как на эту тему очень мало в интернете информации, приходится уделять огромное количество своего времени на ее поиск, обработку, а также на тестирование и программирование. Большое спасибо моему другу Сергею, так как он своей энергией и желанием достичь нашей общей цели дает вам уже проверенную и протестируемую информацию, которую вы сейчас и смотрите. В предыдущих видео мы подробно рассказали про модули, с помощью которых вы уже сейчас можете сделать себе или своим знакомым простой Wi-Fi интернет-радиоприемник. Для этого необходимо всего несколько комплектующих. MP3 модуль VS1053, беспроводной модуль NodeMCU V3, блок питания и прошивку. Если у вас дома есть незадействованный радиоприемник, магнитофон или аудиоколонки, тогда эти модули можно установить в корпус устройства и у вас появится свой Wi-Fi интернет-приемник. Мы для себя планируем сделать гаджет с индивидуальным корпусом закрыла, с двумя аудиодинамиками и сенсорным дисплеем. Для этого нам необходимы дополнительные комплектующие, про которые мы рассказывали в предыдущих видео. Но пока модули летят к нам из Китая, давайте посмотрим, что же можно сделать из того, что уже у нас есть. Прошиваем Wi-Fi модуль с помощью компьютера и подключаем питание с помощью обычного USB кабеля. Берем питание с модуля и запитываем MP3 VS1053. Через аудиоразъем в звуковой плате вы можете подключить наушники или аудиоколонки. В нашем случае самодельный усилитель соединили с аудиодинамиками. Для первичной настройки интернет-радиоприемника используется прошивка, которую мы с трудом нашли в интернете. С помощью ее мы прописываем в Wi-Fi модуле логин и пароль от нашего роутера, для того, чтобы модуль мог подключаться к точке доступа и обрабатывать аудиопотоки из интернета. Прошивка позволяет добавлять и редактировать список интернет-радиостанций, управлять воспроизведением аудиопотока, увеличить и уменьшать громкость, выводить названия радиостанций и музыкальных композиций. Присутствует небольшая настройка диапазона частот для воспроизведения аудиопотока. Так как прошивка используется только для первичной настройки интернет-радиоприемника, для постоянного управления была написана программа под операционную систему Android. Теперь с любого устройства на Android через Wi-Fi сигнал можно управлять режимами работы этого гаджета. Программа позволяет переключать радиостанции, увеличивать, уменьшать уровень аудиозвука, выводить названия радиостанций и музыкальных композиций. То есть все главные функции, которые необходимы для нормального пользования интернет-радиоприемником. Такая схема подключения была протестирована несколько дней и все до сих пор работает. Если у вас появились вопросы или предложения, пишите в комментариях под этим видео. Мы постараемся на них ответить. Все ссылки на комплектующие, которые мы используем в нашем проекте, находятся под этим видео. Не забывайте использовать скидочный сервис EPN для подключения постоянной скидке на сайте Алиэкспресс. Все комплектующие мы заказываем только через него и получаем скидку 8,5% с каждого заказа. А для поиска минимальной цены на товары мы используем браузерный плагин на сервисе EPN. Для того, чтобы его установить, вам необходимо перейти по ссылке под этим видео, зарегистрироваться на сервисе EPN и установить плагин. И получать постоянные скидки на все товары по минимальным ценам. Другие наши видео на различные темы вы можете посмотреть вот тут или здесь. Всем спасибо за просмотр и за нажатие на лайк и поделиться. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!